3 декабря – Международный день инвалидов. Он отмечен в календарях всего мира. Но не как праздник, а скорее как напоминание о том, что среди нас живут люди, которые нуждаются в поддержке и помощи. Особенно они нуждаются в доступной среде. Елена работает консультантом в информационно-ресурсном центре «Опора». Сегодня она испытала новое автономное мобильное средство, которое можно применять не только на лестничных площадках, но и при движении по улице. Ощущение, конечно, такого лёгкого адреналина. Ступенькоходы – подъёмники прикроватные для колясок и ванн. Демонстративное оборудование, которое приобрёл Приморский центр соцобслуживания населения. Теперь люди с ограниченными возможностями перед приобретением дорогостоящего технического средства могут его увидеть вживую и опробовать. Вверх поднимают человека, можно докатить до ванны и точно так же опустить человека в ванну или на диван. В октябре 2019 года был принят краевой закон, согласно которому появилась возможность компенсировать расходы на обустройство жилья для нужд инвалидов. Человек выбирает себе необходимое средство, заключает договор с поставщиком, обращается в социальную защиту и ему дают 70% аванса на приобретение данного оборудования. Человек приобретает это оборудование. Оно ему когда уже приходит, когда оно находится у него уже дома, он также приглашает органы соцзащиты, которые фиксируют покупку данного оборудования, берут все документы и возвращают ему оставшиеся 30%. Кроме выплат на приобретение подъёмников и пандусов, можно компенсировать расходы на установку доводчиков, расширение проёмов входных, внутриквартирных и балконных дверей. Андрей решил остановить свой выбор на дверном доводчике. В квартиру заезжаешь, дверь-то остаётся сзади, надо развернуться, дотянуться до двери или с помощью тянуть, но неудобно. Когда будет доводчик, кнопочку нажал, она сама закрылась, тоже будет намного удобнее. Пока заезжаешь, она потихоньку закрывается, дверь. Максимальная сумма компенсации – 400 тысяч рублей. В этом году более 60 людей воспользовались с поддержкой. И больше 30 уже получили своих помощников, которые дадут возможность почувствовать себя немного свободнее. Алина Черненко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.